Дамы и господа, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Привет, я Роман Соболюк, корреспондент агентства НЕО на Москве. Владимир Путин обратился к федеральному собранию, это такое ежегодное послание, верхней и нижней палатам российского парламента. Не знаю, подходит ли слово парламент здесь, потому что они там голосуют, собственно говоря, ну, как солдаты все за и очень редко кто против. Но, тем не менее, это считается таким основополагающим документом или основополагающим заявлением главы российского государства, согласно которому потом живет Россия. Естественно, в части цементирования культа личности Владимира Путина пропаганда отработала по максимуму. На этот раз послание Владимира Владимировича транслировали не только все федеральные каналы, или почти все. Можно было услышать голос Владимира Путина на МКС. Там два российских космонавта. Кстати, интересно, распространяется ли это послание и на американцев, которые висят на геостационарной орбите и работают на Международной космической станции. В некоторых городах запустили флешмоб, чтобы все таксисты включили обращение Путина к народу. Ну, понятно, по мелочам в метро, во всех муниципалитетах и так далее, и так далее. В общем, речь Владимира Путина не прошла бесследно. Его слова прерывали бурными аплодисментами, а потом хвалили, какой он мудрый. Это ожидаемые аплодисменты. Но я думаю, сейчас у вас будет возможность еще раз поаплодировать. Дослушайте, что я хочу сказать. И есть вопросы, которые в той или иной степени будут касаться Украины. Потому что, хоть и считается, что послание такая внутрироссийская история, но на самом-то деле без того, чтобы показать место России на международной арене, не обошлось. И перед тем, как мы это все рассмотрим, подпишитесь на мой чудо-YouTube канал с гениальным названием Роман Цымбалюк. Нельзя забывать, уважаемые коллеги, что стало с нашей страной после 1991 года. После распада Советского Союза у нас остались прежние амбиции. При этом, конечно, сохранился колоссальный потенциал. И человеческий, интеллектуальный, ресурсный, территориальный, культурно-исторический и так далее. С потенциалом спорить мы не будем. Но тут важно понимать, что амбиции России сохранились. И тут, внимание, вопрос, какие были амбиции Советского Союза. Это, ну, как минимум, на первом этапе существования этого коммунистического государства. Они что там хотели? Всемирную революцию и утверждение власти рабочих и крестьян на этой планете. Закончилось все, мы знаем чем. В результате Украина стала независимым государством. И это очень хорошо. Если амбиции сохранились, то, ну, согласитесь, можно эти слова трактовать, что Украине покоя не будет. Тем более, ну, Владимир Владимирович об этом, кстати, прямо говорит. То танки с артиллерией отправят на Донбасс, объясняя это своими симпатиями. То скажут, что все при Черноморье это исторические земли России. А за историческую справедливость, как вы знаете, здесь они борются. Ну, точнее, вот этими псевдоисторическими тезисами оправдывают свою внешнюю политику. Но возникли и угрозы. Угрозы, причем такого масштаба, о которых никто раньше даже и не задумывался. А жаль, надо было бы подумать в свое время. Поэтому при дальнейшем государственном строительстве перед нами стоят, казалось бы, прямо противоположные задачи. Служат ориентиром ценностей, которые могут на первый взгляд представляться несовместимыми. Такое российское свойство или российское качество решать взаимоисключающие задачи во время реализации своих амбиций. Ну, в смысле, ну, пример, опять же, можно взять Украину, что мы, как кто-то, не то братский, не то один народ. С другой стороны, танки и артиллерия едут в нашу страну убивать. Есть противоречия, но здесь это допустимо. Это уживается в российских головах. Что имею в виду? Мы должны создать систему прочную, надежную, неуязвимую и по внешнему контуру абсолютно стабильную. Безусловно, гарантирующую России независимость и суверенитет. С контурами это уже хорошо. Единственное, что не стоит забывать, что Владимир Путин, в принципе, сторонник подхода о том, что Россия нигде не заканчивается. А это значит и амбиции российские тоже нигде не заканчиваются. Ну, в общем, он говорит о том, что на вокруг враги и нужно каким-то образом держать границы. И в то же время, систему внутри себя живую, гибкую, легко и своевременно, главное, меняющуюся. В связи с тем, что происходит в мире, вокруг нас, а главное, в связи с развитием самого российского общества. Систему, обеспечивающую в том числе сменяемость тех, кто находится у власти или занимает высокое положение в других сферах. Вот это фактически для России сенсация, потому что Владимир Путин заговорил о сменяемости власти. И тут ситуация выглядит следующим образом. Дело в том, что согласно действующей российской конституции, в 2024 году у Путина истекает четвертый президентский срок. И больше он баллотироваться не может, конечно, сыграть в игру преемник и назначить на 6 лет снова Медведева. Но, опять же, тут, я так понимаю, они учитывают, что физический или физиологический возраст человека, он не безграничен. И решили пойти другим путем. Вопросом сохранения власти, очевидно, тут заняты очень серьезно. Даже правительство Медведева отправили в оставку. А вообще смысл предложенных изменений в конституцию – это расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации. И это логично, ведь в будущем Путину уже не будет занимать пост президента. Знаю также, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Не считаю, что этот вопрос принципиальным, но согласен с этим. Действительно, это не принципиально, потому что Владимир Путин как бы не может эту должность занимать. Потому что, ну да, это уже получится по счету на пятый президентский срок. Но нужно какие-то новые новшества в конституции. И очевидно, Владимир Владимирович и его команда нашли окно возможностей для того, чтобы де-факто он сохранил власть. Для этого придумали новые органы. И такое впечатление, что кто-то, ну так внимательно смотрел за своими соседями и решил попробовать казахский или казахстанский вариант. Когда вроде как президент сменился, но Назарбаев продолжает держать руку на пульсе. Вы знаете, в 2000 году по моей инициативе был возрожден Государственный Совет, в работе которого участвуют главы всех регионов. За прошедшее время Госсовет показал свою высокую эффективность. Его рабочие группы обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан и страны вопросов. Считают целесообразным закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного Совета. Ну вот, собственно, модель сохранения власти обрисована. Потому что сейчас никто не говорит, какие будут полномочия этого госсовета и, соответственно, у его главы, ну или председателя. Поэтому, в целом, я так думаю, что именно выстраивается схема вот таким образом сохранить власть. Ну, хорошая новость в чем? Что, очевидно, они распрощались от идеи поглотить Беларусь. И в данном случае Баська может вздохнуть свободно. С другой стороны, если не будет вот этого союзного единого государства, это не значит, что внешняя политика России каким-то образом изменится. И это нужно нам тоже учитывать. Сегодня в нашем обществе четко обозначился запрос на перемены. А чем не изменение? Сейчас Путин рулит страной в качестве президента, будет в качестве руководителя такого нового государственного органа. Россияне могут вздохнуть свободно. Хотя, если честно, я не сторонник подходов о том, что нужно каким-то образом акцентировать внимание на вот эти изменения в РФ. Это интересно, но, по сути, вот иногда думают у нас, что если вот Путин каким-то образом, что-то с ним случится, и он перестанет обладать всей полнотой властью в России, то позиция Кремля изменится, ну, например, по отношению к Украине. Я не уверен, потому что здесь они руководствуются не личными какими-то симпатиями, а интересами России. И интерес этой страны в том, чтобы у нас, как независимого государства, не было. Об этом, кстати, Владимир Путин неоднократно в той или иной степени говорил или давал понять. Так вот, любопытно, что вообще само послание началось с того, что Владимир Владимирович требовал от российских женщин рожать больше, потому что не хватает российскому государству людей. И в данном случае это для нас важно, потому что именно нашу страну, Украину, они рассматривают как рецепиента, то есть как страну-донора в поставке человеческого ресурса. Ну, формулировка может быть не очень, но факт остается фактом. Не просто так они упрощают систему получения российского гражданства, но и самое главное, захватывают территории нашей страны, включают это все в состав российского государства де-факто. Я, кстати, говорю и о Донбассе, и о Крыме. Уважаемые коллеги, судьба России и ее историческая перспектива зависят от того, сколько нас будет. Я хочу в содержательную часть начать именно с демографии. Зависит от того, сколько детей родится в российских семьях. Через год, через пять, десять лет. Какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития страны и какие ценности будут для них опорой в жизни. Сегодня нас почти 147 миллионов человек. В данном случае Владимир Путин считает в том числе население оккупированного Крыма и достаточно большое количество людей, которые были вынуждены бежать от войны на Донбассе и получили российское гражданство. Поэтому, если кто-то думает, что вопросы демографии в России нас не касаются, то, по-моему, это недальновидно. Потому что на ситуацию эту нужно смотреть комплексно. И, конечно, когда я слышу размышления о том, что нужно больше людей, то что-то на ум приходит такой вывод, что империи нужны в будущем солдаты. И чем больше их будет, тем и лучше. Тем более, Владимир Владимирович прямо говорит о том, что с миропорядком не все в порядке. Извините за тавтологию. И при этом у России большие амбиции. Мы видим, как непредсказуемо, неуправляемо развиваются события в мире. Что происходит на Ближнем Востоке, в Северной Африке, да буквально вот в последние недели, да и в последние дни. Как региональные конфликты могут стремительно перерастать в угрозы для всего международного сообщества. Убежден серьезный и прямой разговор об основах, о принципах стабильного миропорядка, о тех острейших проблемах, с которыми сталкивается человечество, безусловно, назрел. В какой или иной мере в России о том, что нужно созвать что-то типа Ялты-2, такой международной конференции, где будет разделен мир на зоны влияния. И, соответственно, как вы понимаете, вряд ли при реализации этого сценария нам дадут спокойно жить. Но, говорит Владимир Владимирович, именно, судя по всему, об этом предлагают обсудить миропорядок. Надо проявить политическую волю, мудрость, мужество. Время требует осознания нашей общей ответственности и реальных действий. Подать пример должны страны-основательницы организаций объединенных наций. Кстати, кроме России, основателем ООН являются Украина и Республика Беларусь. Но, вряд ли, Владимир Путин собирается с нами это обсуждать. Как известно, на Украину у него другие планы, судя по всему, как и на Беларуси. Именно пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества. Пять наций должны, прежде всего, начать с мер по устранению предпосылок для глобальной войны. Выработать обновленные подходы к обеспечению стабильности на планете, которые бы в полной мере учитывали политические, экономические, военные аспекты современных международных отношений. Я вам говорю, они хотят снова поделить планету между странами, у которых есть ядерная бомба. И это не очень хорошая новость, но вряд ли, я думаю, на что-то из этого выйдет. Хотя, пугать глобальной войной, ну, это, конечно, такое российское проверенное средство. Они тем самым успокаивают граждан России, призывают их сплотиться вокруг Владимира Владимировича. И, очевидно, у граждан России такая возможность будет и после 2024 года. Россия открыта для укрепления сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами. Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю. После этих слов любой гражданин Украины просто горько усмехнется. Потому что, ну, как бы, говорить о том, что россияне никому не угрожают, я бы не стал. Особенно, если с уст высшего российского руководства звучат постоянно территориальные претензии в адрес Украины. А когда он говорит о том, что он не вмешивается во внутренние дела, ну, проанализируйте высказывания по Украине. На моем канале их очень много. Чего они там хотят? Изменений в Конституцию Украины. То есть, чтобы Конституция Украины была согласована с Кремлем. При этом всех могу заверить. Наши шаги по укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно и в достаточном объеме. Впервые, хочу это подчеркнуть, впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем. А наоборот, другим ведущим государством мира еще только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия. Только мне кажется, что Владимир Путин здесь произнес какую-то аналогическую несогласованность. Потому что, с одной стороны, он говорит о том, что Россия никому не угрожает, с другой, хвастается, что у них, ну, в смысле, у россиян, самая ядреная ядерная бомба. А все страны, соответственно, России и Кремлю завидуют. Нелогично. И здесь нам нельзя почивать на лаврах и расслабляться. Нужно идти вперед, внимательно наблюдая и анализируя то, что происходит в этой сфере в мире. Разрабатывать боевые комплексы и системы будущих поколений. Но сегодня мы так и делаем. Кстати, во время этого обращения Владимир Владимирович не показывал мультфильмов, как ракеты, теоретически самые новые, самые современные, летят в сторону Соединенных Штатов. Ну, очевидно, внимательный зритель или постоянный зритель этих посланий должен это помнить и так. Высказывания на тему изменения Конституции уже прозвучали. И, полагаю, возможным обозначить здесь и свою позицию. Государство. Вот здесь очень важно. По сути, в эту такую красивую обертку Путин завернул тезис, который должны услышать все страны, с которыми в той или иной степени сотрудничает Российская Федерация. Ну, как сотрудничает? Иногда воюет, иногда торгует. По-разному бывает. Но смысл вот в этом. Действительно, считаю, что пришло время внести в основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве. Что это означает? Это означает, что буквально следующее. Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции. В словах красивые, но на практике это значит, что мотивируя тем, что это противоречит Конституции РФ, россияне могут наплевать на любой договор, который они подписали с международными партнерами. И это значит, что подпись президента Российской Федерации, она и так не особо много стоила, а теперь будет стоить еще меньше. Потому что, как вы знаете, Конституционный суд России, в случае чего, примет то решение, которое нужно президенту, ну или председателю госсовета. И это, так сказать, для понимания ценности двухсторонних документов с Россией. У нас же сейчас в стране превалирует партия мира, которая хочет договориться с РФ, что-то там подписать, ну, очевидно, о мире и так далее. А кто сказал, что очередное соглашение о мире с РФ, ну, не противоречит Конституции этой страны. Тем более, когда они прямо высказывают свои территориальные претензии. Понятно, много было сказано о на социальных каких-то программах, что будут помогать детям. Вот, в частности, появится горячее питание в российских школах. Ну, я считаю, что это обязательный атрибут сверхдержавы, на роль которой претендует Российская Федерация. А еще Путин говорил о том, что Россия страна победитель, что они не позволят переписывать историю. И пообещали даже бесплатный интернет, который свяжет граждан России с российскими продуктами. И это, по-моему, очень интересная тенденция. Ну, смысл в том, что мессенджеры, социальные сети и, очевидно, сайты российские, можно будет смотреть бесплатно. А все остальные со временем или заблокировать, или создать условия, чтобы к ним обращались меньше. Вот такое было интересное послание Владимира Путина о этой планете, ну, и космонавтам на орбите, ну, или послание федеральному собранию. Читайте агентство Униан, подписывайтесь на мой YouTube канал. Чао!